Гелане Гелесханову 21 год. О службе в армии молодой человек задумывался еще в старших классах. Служить молодой человек собирается в Московской области в войсках Национальной гвардии. И сразу под завершение срочной службы намерен продолжить ее уже на контрактной основе. Я планирую, есть планы, думаю, возможности. Я думаю, что это не поможет в будущем. Я сам проявил желание, что я хочу пойти в армию, пройти армию, понять, каково это, что это. И как бы для будущего это надо. Вот Макшариб Амхаду не стал долго советоваться с родными по поводу обязательного воинского долга. Военная служба, считает УАН, это путевка в жизнь, поэтому не собирается упускать свой шанс стать военным. Я еду служить в Питер, внутренние войска. Хочу служить, приехать домой, устроиться на работу. Это моя цель. Сегодня из Республиканского военкомата Редовооруженных сил России пополнят 8 человек. Это уже вторая группа ребят, которые отправляются проходить службу. Всего же в течение этой весенней признанной кампании из Ингушетии планируют отправить около 250 человек. Для них в военных частях созданы все необходимые условия для несения службы. От наших ребят требуется дисциплина и порядок по прибытию в военчасть. Три человека из них будут проходить службу в Санкт-Петербурге, три человека в городе Балабаново, Калужской области, и два человека из них будут служить в Нижнем Новгороде. Уже совсем скоро эти ребята почувствуют, каково это проходить военную службу и быть полезным своей родине. Большинство молодых людей, только оказавшись в армии, начинает осознавать всю важность профессии военного, от которой порой зависит безопасность граждан. Ховаш Далаков, Адам Далаков, Новости 24.